Привет, город студии, с вами я, Алексей Казанский. Начинаем новую рабочую пятидневку вместе. Готовьте вопросы для прямого эфира с губернатором Ямала и знакомьтесь с новостями, обзор которых для вас подготовила команда Сигмы. Поехали. В 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Ямале за последние сутки. Таковы данные официальной статистики. На 6 декабря в больницах округа лечится свыше 500 ямальцев. Почти два десятка пациентов находятся на ИВЛ. По данным оперштаба, в России от коронавируса за сутки погибло около 1200 человек. С диагнозом COVID-19 на учет к медикам попали более 32 тысяч новых пациентов. До главного календарного праздника остается все меньше дней. Оказывается, не все россияне планируют дарить подарки близким. Один портал провел исследование. О его итогах расскажем короткой строкой. Правительство продлило временные правила работы вахтовиков до 2023 года. Все так же неизменным остается предвахтовый двухнедельный карантин. Время, проведенное в изоляции, оплачивается не ниже дневной ставки за каждые сутки. Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается часть оклада. При согласии работника продолжительность вахты может увеличиться до трех месяцев. В России начнут штрафовать за самовольную обшивку и остекление балконов. С 1 марта 2022 года для перепланировки балкона собственникам квартир понадобится специальное разрешение от архитектурной инспекции. На лоджии, отремонтированные до новых правил, штраф распространяться не будет. Каждый шестой россиянин ничего не планирует дарить на Новый год. Портал Суперджоп провел опрос на тему предстоящих трат на подарки друзьям, коллегам, близким. И выяснил, что 9% опрошенных планируют поздравить своих коллег. 19% готовят презент друзьям. Порадовать вторую половинку хотят 32%. Две трети россиян готовы одарить родню. А оставшиеся 16% и вовсе не собираются дарить подарки. Стоит отметить, что средний планируемый бюджет новогодних сюрпризов составляет 13 тысяч рублей. Отметить Новый год можно и в Сочи. Авиакомпания «Ямал» запускает маршруты до Черноморского побережья. Так, 27 декабря улететь прямым рейсом в Сочи можно из Нового Оренгоя, а 28 числа из Салехарда. Возвращение же намечено на 8 и 9 января. Билет стоит 11 тысяч рублей. Для детей из многодетных семей есть льгота. Также с января следующего года по поручению губернатора авиакомпания запускает круглогодичные рейсы на юг России. Вероника Самошкина, телерадиокомпания «Сигма» для НОР-24. Накануне по Новому Оренгою разъезжал трикол с елками на крыше. Это ямальский Дед Мороз добрался до газовой столицы. Так и малыри традиционно путешествуют по своей вочине в декабре, чтобы пообщаться с детьми, зарядить всех праздничным настроением и лично вручить подарки победителям своего конкурса. Желающих встретиться с волшебником оказалось очень много. В ожидании встречи с Ямалом Ирем на Воренгойце, кажется, выполнили недельную норму шагов. На площадке двигались все – и дети, и взрослые. Оно и понятно – так гораздо теплее. Не двигаешься, рискуешь замерзнуть. Арктический Дед Мороз и погоду с собой привез соответствующую – минус 38. Но на праздничное настроение детворых это не повлияло. Такого количества гостей разом эта площадка, пожалуй, еще не видела. Мы из окна увидели, вот, мы решили выйти. Да, мы слышали, музыка играла. Кто кого вывел сегодня в такой мороз на улицу? Вы ребенок или ребенок вас? Ты нас вывела? Нет. Ну, как бы, да, сказала, что приедет Дед Мороз Ямальский. И дочь с удовольствием поддержала. В традиционное предновогоднее путешествие по Ямалу заполярный Дед Мороз отправился несколько дней назад. В планах – заехать в десяток городов и сел, пообщаться с населением. Передвигается Ямал-Ире на брендированном транспорте. Трекарь, украшенном елями и большим подарком. Добрый вечер! Замерзли! Нет, дедушка! Нет? Нам жарко, дедушка. Заморозил дедушка. Зиму отпустил дедушка, чтобы мерзлота не растаяла. Долго ждали, наверное, да? Да! Пока дедушка ехал, холодно немножечко. Машина моя замерзла, не волшебная, дорогой. Мосты замерзли, потихоньку ехали. Будем догадывать желание. Да. Нужно подержаться и загадать мысленно желание. И она обязательно сбудется. На то воля деда. Забудется. И обязательно сбудется. Она сбудется. От желающих подержаться за посох волшебный достиг деду рассказать не было отбоя. Ямал-Ире принимал рисунки, одаривал детей петушками и шутил. Одна десна, 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 десна. Я, видишь, вышел, обратно зашел. Судя по довольным лицам многих взрослых, на встречу с Ямалом Ире они больше привели себя, чем детей. Давай, я тебя сфотографирую. Вставай, я сфотографирую быстрее. Ты где, я тебе. Твоя жена, давай, давай. Дедушка Ирина, 40 минут ждать. Очень классное мероприятие. Мне все очень понравилось. Жду дедушку Ирина снова. Это очень классно. Спасибо, что провели такое мероприятие. Ну, хорошо, что решили вот так поздравить, разнообразить чем-то дни. Не замерзли? Нет. Дедушка Ирина, нормальная погода. Следующий пункт назначения – площадь у Полярной Совы. Здесь также в ожидании волшебника гости разогревались танцами и конкурсами. Давай, 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 давай. Стоило им, малу Ири, выйти из трека, а как его тут же со всех сторон окружили дети и взрослые. Так и шел волшебник до елки в сопровождении многочисленной свиты, снимая все происходящее на камеру, которую пристроил на посох. Такого большого количества гостей за Полярный Дед Мороз увидеть в Новом Уренгое не ожидал. В первую очередь из-за морозов. На площадь пришло очень много новоуренгойцев. Ямала Ири обступили настолько плотно, что ведущей то и дело приходилось просить взрослых сделать пару шагов назад, пропустить вперед детей, не толпиться и разойтись. Возмущались и горожане, стоящие чуть поодаль. Привели на праздник детей, а подойти с ними к Деду Морозу не могут. Боятся, что затопчут. Дедушка растерялся. Столько детей. Простите, дети, что я вас немножко поморозил. Не просто было пробраться к елке и победителям конкурса видеороликов. Его в своем аккаунте в Инстаграм проводил Ямал Ири. Выбрал 100 лучших работ со всего округа и призы детям вручал лично. Очень Дедушке понравилось. Но, к сожалению, у меня 100 подарков было. Еще будет конкурс через год? Обязательно будет. Конечно, Дедушка всегда будет проводить разные конкурсы. Дети, так что рисуйте, участвуйте в конкурсах. Пожелав горожанам такого же крепкого здоровья, как и Морозы, Ямал Ири отправился в поселок Уренгой. Оттуда волшебник поедет в Саркасале и другие города. Мария Яновская, Феликс Рассихин. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Городская площадь продолжает примерять праздничный наряд. Совсем немного, и строители закончат монтаж ледового городка. Многие конструкции уже приобрели узнаваемые черты. Смонтированы горки. Накануне на площадь привезли ярмарочные домики, в которых развернется торговля различными новогодними товарами, в том числе и с ямальской символикой. Стильные домики останутся в центре города и после праздников для торговли в День города и различных массовых гуляний. Дмитрий Артюхов на линии. 15 декабря губернатор выйдет на связь с ямальцами и подведет итоги уходящего года. Традиционная прямая линия начнется в 18 часов. Подключиться к трансляции можно в соцсетях главы округа, а оставить свои пожелания и вопросы на его странице в Инстаграм, ВКонтакте или через чат-бот «Ямал официально». К тому же вы можете присылать и видео-вопросы. Начало новой недели – повод подвести итоги прошедшей. По старинке в топе нашего сайта держатся ДТП и пожары. А разбавит рейтинговую ленту «Егор Шип», «Новый год» и «Новый омикронштамм». Смотрим. Что же ждет россиян в уходящем году? Бесплатный социальный интернет, регистрация гражданского брака и многое другое, что расположилось на первой строчке рейтинга, начитали. В конце ноября авария унесла жизнь на воренгойца. КамАЗ выехал навстречку и врезался в отечественный ВАЗ. 33-летний водитель легковушки погиб на месте. На третье место попал пожар на восточно-уренгойском месторождении. ЧП случилось в ночь со 2 на 3 декабря, в 35 километрах от газовой столицы. Есть пострадавшие. Что подарить друзьям, знакомым и родственникам на предстоящий Новый год? НУР-24 сделал подборку необычных и оригинальных подарков, которые залетели на четвертую строчку, начитали. Новый омикронштамм. Насколько опасен мутировавший вирус? Эксперты поделились своей точкой зрения. Читайте на нашем сайте в разделе здравоохранения. Новоренгойцам уже не привыкать к лютым морозам. Оценил особенности Крайнего Севера и тиктокер Егор Шип, который дал концерт на сцене городского дворца культуры «Октябрь». Кумир молодежи задумался встретить Новый год в газовой столице. Но серьезны ли его намерения? На Ямале прекратили поиски пропавшего воспитанника школы-интерната. Речь идет о мальчике, который ушел из антипоэтинской школы. О его местонахождении до сих пор ничего не известно. Следствием выдвигалась версия, что подросток мог провалиться под лед реки. Однако поиски не принесли успеха, и водолазы прекратили работу. На восьмую строчку рейтинга залетела тема с коронавирусом, но в ироничном формате. Казалось бы, как это возможно? У НУР-24 получилось. Заходите на наш сайт и читайте про самые нелепые курьезы пандемии. А закрывая топ начитали ДТП. Да не одно. На Ямале водитель «Газели» уснул за рулем и столкнулся с автобусом. Однако на этом аварии не закончились. Сразу после в том же месте в ДТП попала машина полицейских. Подробности в программе «Патруль». Вероника Самошкина, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24. Благотворительная акция «Добрый декабрь» начала свою работу. В минувшие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе прошел урок по йоге. Все желающие совместили приятное с полезным. И спортом позанимались, и сделали благое дело. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Вперед, в команде. Хорошо. За время существования марафона «Твори добро» этот урок йоги – 12-й цель. Собрать около 7 миллионов рублей для помощи детям, страдающих тяжелыми генетическими заболеваниями. Пришел на урок и один из подопечных марафона. Георгию Воробьеву 7 лет, у мальчика ихтиоз. При этом заболевание кожа ребенка настолько сухая, что ее часто сравнивают с рыбьей чешуей. В этом году Георгию на лечение не собирают. Но не поддержать это мероприятие он и его родители просто не могли. Проведение самого благотворительного марафона «Твори добро» оно очень ценно и важно для таких семей, как наша. Действительно, это очень нужное и важное для нашей семьи мероприятие, благодаря которому мы можем помогать своему ребенку существовать, как обычный ребенок. Марафон «Твори добро» – традиция, которая не дает забыть о том, как важны доброта, понимание, тепло и забота, как важно протягивать руку помощи и не оставлять друг друга в беде. Я считаю, это важно и нужно в первую очередь тем, кто принимает участие в этом марафоне. Потому что эта же помощь идет от сердца. Даже если ты положил 100 рублей, но положил их от сердца, это, я считаю, очень важно для самих принимающих. Ну и детям облегчить их участь, потому что неизлечимо больные детки, чтобы им стало немножко полегче от нашего тепла, от нашей доброты. Всего на попечении у марафона «Твори добро» 15 семей, которым помощь нужна ежегодно. Акция «Добрый декабрь» будет проходить весь месяц. И любой желающий, который хочет поучаствовать в жизни этих детей, успеет вложить в этот марафон крупицу себя. Только сообща, сбор средств будет закрыт с необходимой суммой. Виктория Черкавская, Денис Галкин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Новоуренгойские гимнасты вновь одни из сильнейших в стране. Наши ребята завоевали целую россыпь медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте. А вот волейболисты, к сожалению, в который раз разочаровали. Об успехах и неудачах ямайских спортсменов в нашей еженедельной рубрике. 3 декабря в Москве завершились всероссийские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера СССР Владимира Павловского. За победу боролись более 400 спортсменов из 23 регионов страны. Сборную Ямала представили 26 гимнастов из Нового Рингоя, Ноябрьской и Таркасале. В прыжках на двойном мини-трампе среди девушек в возрастной группе 11-12 лет победила Евгения Захарова из Нового Рингоя. В этой же дисциплине бронзовую медаль завоевала Елизавета Абдулина из Ноябрьска. Также в своих категориях серебро взяли Тимофей Лазутин и Никита Гейне. Бронзовым призером среди юниоров стал Иван Пчелин. Все спортсмены представляют Новый Рингоя. С 24 ноября по 2 декабря в столице Румынии Бухаресте прошел чемпионат мира по армрестлингу. Участвовали 1600 спортсменов из 44 стран. Честь Ямала на международных соревнованиях отстаивал представитель спортивной школы «Сибирские медведи» из Нового Рингоя, президент федерации армрестлинга «ИНАУ» Дмитрий Павин. В весовой категории свыше 110 килограммов наш силач стал серебряным призером. Ново-Рингойский клуб «Факел» проиграл в матче девятого тура в волейбольной суперлеге. Ямальцы на выезде встретились с новосибирским «Локомотивом». Бой одному из лидеров российского чемпионата на военгуйцам удалось сдать лишь в третьей партии. Итог встречи и поражение 0-3. Было не очень так просто сегодня. Было просто, как сказать, море ошибок с нашей стороны. Очень-очень много ошибались в техническом плане, в тактическом просто. Скидок очень много падало. На таком уровне волейбола, еще против новосиба, такие команды не прощают. Нам только пристает сейчас восстановиться, работать дальше и думать про следующую игру, которая у нас уже через 4 дня. Лучшим в составе нашей команды стал белорусский легионер Владислав Бабкевич, набравший 18 очков. Ново-Рингойцы по-прежнему занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. На счету ямальцев лишь 2 победы при 6 поражениях. Следующий матч «Факел» проведет в Красноярске 8 декабря. Соперником наших волейболистов станет местный Енисей. Кирилл Пермяков, телерадио компания «Сигма» для НОР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программу «Патруль». Илья Ветров расскажет, в какие передряги попали ямальцы. А у меня все новости к этому часу. Не болейте и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова